Клево всем, друзья! Я выскочил на реку. Вчерашняя магнитная буря на солнце. Северное сияние, которое докатилось даже до нас. Всю ночь лил дождь. Утром тоже дождь. Собирался ехать с утра, но поливал дождь. Надеюсь, что-то поймать. С фидером погнали. Надеюсь, рыбка будет. Хотя, вчера, насколько я знаю, у всех тут был практически ноль. Ну, ничего. Попытаюсь что-то поймать. Погнали. По прикормке вообще не парился. Брал из того, что было дома уже. Еще покупал весной несколько пачек того, того, того. Главное, чтобы не сильно пылило. Сильное течение. Не хочу привлекать мелкую чехонь и тому подобное. В принципе, постараюсь. Желание карась пока еще поклевывает. И подлещик. Поэтому брал тяжелые прикормки. Это серия фидер и серия карась. Все. И буду добавлять кашу. Сейчас немного воды. Друзья, многие блогеры рекомендуют. Я в своем видео уже показываю неоднократно, как добавлять аромы в прикормки. Особенно на основе маломеласы. Но то же самое на всех других основах. Ни в коем случае не добавляйте аромы в сухие прикормки. Судак гоняет по берегам. Возьмите сухарь. Один сухарь окуните в воду. Второй сухарь в мед. А третий сухарь смешайте воду с медом и окуните в него. Что у вас будет? Первый сухарь очень быстро полностью разбухнет. Проникнет вода до конца, он разбухнет. Второй сухарь у вас обволочится медом и будет совершенно сухой. Третий сухарь, он сверху у вас чуть-чуть намокнет, а дальше внутри будет сухой. То же самое происходит с прикормкой. Если вы в сухую прикормку льете сразу аромы на основе маласа или других компонентов в концентрате, то у вас прикормка берется аромой и внутри сухая. Если вы разбавляете водой, как многие блогеры почему-то рекомендуют, то у вас частично прикормка обволакивается, слегка промокает, а внутри сухая. В итоге вы не получаете тот эффект от прикормки, что надо. А легкие частицы вообще у вас в лед уйдут, уплывут, а не всплывут. Вы киньте прикормку в воду сухую, посмотрите как она работает. Просто насыпьте и посмотрите. А прикормки они все многокомпонентные. Есть сухарь, обязательно почти во всех прикормка. Он быстро воду берет. А есть зерновые, а есть элементы, которые практически не впитывают в воду или мало впитывают в воду. И вот вы получаете прикормку, которая не так работает, как задумано производителем. И в итоге вы получаете порой эффект обратно от того, что вы хотите. И потом говорите, вот эта прикормка плохая, я ничего не поймал и тому подобное. Поэтому всегда сначала в прикормку мы добавляем воду в маленьком количестве. Мы делаем так, чтобы она была. Прикормка чуть-чуть влажненькая, слегка влажненькая. Вот ее видно, вот она слегка влажная. Но через 10-15 минут она будет совершенно сухая. Эта вода не испарится. Эта вода войдет внутрь прикормки. И она внутри разбухнет, наберет воду и будет готова. Она раскроется, увеличится в объеме. Вы просто можете это проверить. Ведро насыпали, пачку прикормки. И отметили, сколько они у вас по объему. Чуть-чуть воды налили, размешали, через 10 минут посмотрели. У вас увеличится в объеме. То есть прикормка разбухла. Она взяла, как сухая. Намочили, он разбух. Увеличился в объеме. Так и тут. И вот после этого вы добавляете туда арому. Хоть в концентрате, хоть разбавленной водой. Но в разбавленной водой нужно быть очень аккуратным. Вы можете сделать прикормку. В таком случае получите очень жидкую. То есть вы переборщите влаги. У вас уже вода есть, вы еще добавляете. Поэтому если разбавляете, буквально чуть-чуть. Я слию, как она есть. Перемешиваю. Уже прикормку у меня взяла воду. Она полностью разбухла. Дальше увеличение объема. Только ее будет делать более клейкой. Больше насыщенной влаги. Но сама прикормка влагу уже взяла. Она внутри промокает за эти 10 минут. Те элементы, которые долго впитывают воду. Так как они мелкие. Они тоже воду за эти 10 минут возьмут. Поэтому не ведитесь на эти глупости. Если рыбак вам так показывает, советует. Ну, я не знаю, стоит ли его смотреть. Ваше дело. Он может быть красиво снимать. Классное видео делает. Но тогда не берите от него вещи, которые он не разбирает. Смотрите видео, получайте удовольствие. Но не берите то, что он не знает. И не делайте так. Все. Первый этап готов. Прикормка у меня взяла воду. Она даже сильно сдать. Она слегка лепится. Но у нас сухая. Она внутри еще сухая. Сейчас пока занимаюсь удочкой. Она стоит. После этого я буду добавлять все остальное. Монтажи я использую самодельные. Делаю их на флюрике. Они у меня многоразовые. Лежат вот так вот в пакетиках. Ну, этого монтажу уже не знаю. Рыбалок 5-6. Гарднера. Такой монтажик. Ничего сложного. Делаю сам. С видергамом. Чаще всего использую пока не оторву. Есть видео на канале, как я делаю такие монтажи. Также, друзья. Есть в планах. Делать их и продавать на озоне. Если вам это интересно кому-то. Кто бы хотел покупать, чтобы не париться. Напишите. Я обдумаю этот вопрос. Делать монтажи и начать продавать. Если вдруг это будет вам интересно. Многие это без проблем сделают сами. А некоторые не хотят запариваться. Это может быть мы лучше купим. Просто привязываю. Уже узлы есть. Надо отрезать. Ими не парят. Просто привязываю тем узлом, который мне привыкли. Монтаж привязан. В конце рыбалки отрезал. Положил в пакетик. Флюрокарбон. Ракушку держит очень хорошо. Бывает. Сморишь сильно порезан. Тогда меняешь. Чаще всего хватает на низко рыбалок. Без проблем. И нету той проблемы, друзья. Да. Перехлесты бывают. Но от этого никак не уйти. Просто. Не так нацепил насадку. У тебя ее перекрутило. При выматывании. Поводок начал крутиться. И захлесты. Поменялся ветер. Тебе нужно поменять стиль насадки. Поменял модель кормушки. Надо поменять стиль насадки. Кстати. Кто не знает. Обычная клетка. Вот такая вот. Допустим. И пуля. Она кидается по разному. Если вы будете кидать в одном стиле. Одинаково. Вот эту кормушку и пуль. У вас будут перехлесты. Так кто не знает. В любом случае. Но. Когда вы ловите. Как спортсмены. Прямо на основной леске. На шнуре вяжете. У вас должно быть четко отработана техника заброса. Иначе реально будет много перехлестов. Вот эти монтажи. Перехлесты снижают очень сильно. Я поставлю 70. Чтобы чуть-чуть понять. Что у меня тут с дном. Я примерно понимаю. Уровень воды очень низкий. Очень низкий. Обычно где я сейчас сижу. В этом месте обычно мы ловим. Кидать далеко не надо. Все под берегом. Но я хочу понять. Вроде воды мало. А тяга сильная. Глубина здесь в районе трех метров. Сейчас два с половиной три. Не нужно так, чтобы кормушка вообще не прыгала. Если кормушку срывают. Это плохо. Температура порядка 18 градусов. Довольно тепло. Все стоит. На этом и останавливаюсь. Кидать буду. Так вот. Буквально. На полметра. Левее себя. И она отлично становится. Все. С местом определился. Вы понимаете. Глубина около трех метров. Заброс порядка 20. Словить получается практически под ногами. Ну что с прикормкой. Отлично. Все. Оно. Я чувствую рукой, что она влажная. Но при этом у нас практически совершенно сухая. Цвет поменяла и объем набрала. Выливаю сюда немного аромы. Грамм 50-70. Польше. Не вижу смысла. Концентрированную вызываю. Прикормка уже влажная. Делай теперь с ней что хочешь. Что хочешь добавляй. Сколько. Нужно добавляй. Прикормка от перемешивания темнеет. Со временем. Арома. Начнет впитываться по влаге. Именно по влаге. По воде. Она начнет впитываться внутрь прикормки. Так как прикормка уже влажная. Она пойдет по влаге. Вовнутрь. Готово. И свою кашку. Вода у нас. Так как весна теплая. Еще довольно теплая. Не сильно остыла. Ну прохладная. И вот свою кашу. Как кашу я. Как делаю кашу. Есть видео на канале. Заходите смотрите. Кашу я не развариваю в кашу. Я ее не довариваю. Делаю. Пшено. 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 И сечка гороха. Именно эти вещи. Еще можно кукурузу так же. Она должна быть внутри. Тверденькая. Тогда они хорошо застают в камнях. Внизу. На свале. Мелкий камушек. С ракушкой. И вот прикормку выдувает. А вот это. Там остается. И не выдувает. Еще сейчас уже бы хорошо добавлять живой компонент. Уже можно начинать. Ну и я буду пока без живого. У нас с ним проблемы. Вот такая у меня получается прикормка. Классно пахнущая. С пылящим элементом. В виде самой прикормки. И с тяжелым компонентом. В виде каши. Которая не разваренная в кашу. Или в говно. Кому как удобно. И которая. Именно будет тем компонентом. Который если рыбка подойдет. И ей понравится. Будет удерживать рыбу на точке. Все. Пока. По воде нормально. Раз. Она такая. Тверденькая. Если необходимо. В воды еще добавлю. Пока все отлично. Ничего не надо добавлять. А дальше уже. Степень зажатия. Кормушку. Она мне будет работать. Так или на. Дольше или быстрее выходить. Все. Прикормка у меня готовая. Отлично видно. Как. Возле берега на течение практически нет. Но тем не менее. Пыль несет. Крупные частички. В виде каши и гороха. Все застрелят в камушках. Делаю первую закормочную кормушку. Положу буквально три кормушки подряд и сразу начну ловить. Ловить буду в темпе. Будет не будет рыба. Но сначала хочу быстренько насыпать прикормку. В течение 30-40 секунд буду делать перезабросы. Чтобы собрать вот этот вот стол из каши. Накрытие мелкой прикормки. Кормушка стоит отлично. Не прыгает. Рядом один рыбак. Пока за все время у него не было ни одной поклевки. Здесь место ловли труба. Вот тут прижимная яма небольшая. И вот идет труба. Идет, 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 идет. Все точно здесь поджимается к берегу. И вон там она ударяется в берег. Образуется небольшая ямка. И течение уходит вон туда. Поводок. Начну с 30-сантиметрового поводка. Дальше по обстоятельствам. Поставлю 12-й крючок. На 0-12-м поводке. На конце фитр-гаммы у меня завязан узелок. Поэтому поводок делаю удавкой. Накидываю. И просто затягиваю. Все. Вообще без вариантов. Не денется никуда. Тут куски лески от предыдущих поводков остались. Так. Наживка у меня. Опарыш. Красная опарыш. Тут наживка у меня. Это красный опарыш и червь. Ну вот начну с одного красного опарыша. Вот она первая кормушка. Пошел. В бой, друзья. Первая покровочка была. Кто-то есть. Кто это? Густерка небольшая. Да, подлещик. Первая рыбка. Первая рыбка. Спасибо. Продолжение следует... Уклейка и вот такой судачок периодически врывается и разгоняет ее. Прям сейчас видел, вот такой маленький судачок сантиметров 10-12 ворвался, уклейка разлетелась, он развернулся, ушел. Подкинул новый шарик прикормки, прям с прикормки жрет. Один раз слабенько дюбнула и сидит. Думал, не села, а села. Забагрылся. Рыбчик. Он сильно дорогой сейчас. Удлинюсь 190 сантиметров. С фидергамом будет больше метра поводок. Начну с этого, с малого. Возьму вставку длиной 60 сантиметров. Петля в петлю. И теперь на фидергам. Все. Вот получается поводок длиной больше метра. Такая длиннючая. Попробуем. Даст, не даст. А вдруг рыбка чуть-чуть дальше стоит от кормушки. Все может быть. Кто-то есть. Кто тут? О, карасик, ребят, карасик. Небольшой, но красавец карасик. Бывает, тут крупно влетает. Сам видел. Кстати, именно по карасю у меня в Кубани бывало такое, что работал именно длинный поводок. Лучше всего. Так, укорачиваю поводок. Две поклевки. Пока все. Укорачиваю поводок. Делаю вставку, уменьшаю с 60 до 30 сантиметров. У меня поводок 60 сантиметров плюс фидергам. Кто-то есть. Кто-то, кто-то есть у бегемота, ребятки. Дюбл, дюбл, не спеша. Очень слабые поклевки. Нежный дюб, 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 дюб. И это классный карась, ребят. Хороший ладошечный карась. Долго дюбал. Очень не сильно. Дюб, дюб, дюб. О, что-то есть. Кто-то есть. Кто это такой? О, 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 вот это густерочка. Вот это офигительная густера. Другое дело, ребята. Отлично. Такая бы ловилась, была бы сказка. На три опарыша клюнуло. И короткий поводок. Повторяем. Повторение, мать учения. Все, для такой рыбы поклевки очень слабенькие. Ого. Вот это поклевочка была. Вот это нормальная была. Фидерная поклевка. Красивая. Садила называется. Кто это тут? Подлещик. Вот это другое дело. Густера. Густера, ребята. Это густера. Еще крупнее. Охренеть. Вот это кайф убегать. Ну что, ребятка. Вот уже на рыбку похоже. Вот такая густерочка. Прелесть. Иди сюда. Кто-то есть. Клюнул. Клюнул кто-то. Кто в этот раз. Густерка. Заглотыш. Тебя-то садочка поймали. Сразу прятать. Правильно. Есть рыбка. Подходит. Но очень неактивная. Раньше бы приехал. Больше времени было бы. Может быть получилось бы разгонять ее. разогнать. Разловить. Сидит. Несколько раз дюбнула. И тишина. И сидит рыбка. Кто там такой хорошенький, а? Подлещик. А вот он и подлещик. Друзья. Хорошенький. Да не убегать. Сопливчик хорошенький. Подошел. Моя прикормка. Гладит ей. То есть стоит он там. Ну вот дюбнул пару раз. И все. Опять тридцатку пробую. Не могу понять. Перечески какое-то движение есть. Шелохнет тишина. Шелохнет тишина. Что? Как? Почему? Вообще ни в долгу не пойму. Ох какая интересная трудовая рыбалочка. Вот это интересно друзья. Очень плохо когда ты не понимаешь что. Почему и как. Самый кайф когда разобрался. Подобрал и пошло. Сейчас гоняю поводки туда-сюда. И. И. На 30-ти сантиметровых. Больше всего поклевок поймал всех густер. Крупного карасика. Самого из двух. Самого крупного. Поймал на 60-сантиметровый поводок. Мелкого карасика и подлещика. Поймал на 90-сантиметровый поводок. Что? Где? Как? Почему? Хорошая-хорошая поклевочка ребятки. Хорошая-хорошая рыбка. Там тяжеленькая. Ох. 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 Как она бьется. Смотрите. Смотрите что вытворяет. И кто ж это там такой шикарно. Поклевка просто отличная. Вот как должны быть. И рыбка. Ой. Так. Я даже пацаком буду брать. Не буду рисковать. Нифига себе. Кто ж там такой. Рыбец. Вот такой вот уволен друзья. Вот такой. Такая спинка. Вот такая прелесть. И поклевка была как положено. И сопротивление было как положено. Так что рыбка есть. Она подходит. Но активность слабенькая. Когда на ночь выходим. Именно ловить ночью. Вот в это время клев стихает. Бывает нет единичной поклевки. И потом с полной темнотой возобновляется. Оп 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 оп. Есть. Есть рыбка. Ребят. Хорошая рыбка. Хорошая. Хорошая. Тяжелая рыба. Ребят. Не удивлюсь если еще один рыбец. Ребят. Ребят. Сход. Ребят. Ребят. Вот такая рыба была. Не удивлюсь если хороший ребец. Ребят. Ну что друзья. Буду заканчивать. вот как раз период такой что заглохла а потемноте возможно возобновится клев это очень часто такое когда приезжаем с ночевкой на кстати на канале есть два видео где я ловлю очень неплохо ночью также если приезжаешь по светлому еще начинаешь раскармливать и лучше приехать по светлому чтобы раскормить рыбу ты в точку раскармливаешь раскармливаешь потом начинает вот сейчас я квертип уже почти не вижу начинает вот так вот смеркаться кровь затихает потемнело и возобновился и когда ты приехал еще по светлому и раскормил точку там час-полтора-два потратил то ты уже начинаешь ловить в кор ночью по темноте в раскорненной точке вот мне не хватило времени рыбалка у меня где-то вроде двух с половиной часов вышла день короткий был бы длинный день то возможно лов был бы получше потому что рыба начала чуть-чуть активизироваться подтягиваться и начала поклевывать но увы и ах времени не хватило рыба малоактивная но тем не менее было разнорыбиться гонял все время поводки 30 60 90 туда-обратно лучше всего результат показал 30 вообще вне конкурентов вне конкурентов два рыбчика и все густеру на него на 60-ку один чуть больше такой ладошечный карасик и на 90 маленький карасик и подлещик 30 поводок был вне конкуренции хуже всего 60-ка еще сработал чуть получше сработал 90 когда будет полная темнота возможно что будет наоборот 90 будет лучше а там смотря какая рыба какая активность так что рыбку поймал рыбалка была очень интересная трудовая благодаря тому что гонял пробовал перебирал что-то поймал рыба очень пассивная поклевки очень нежный за исключением пару раз когда действительно было серьезно получил хороший сход возможно хорошего рыбчика а так было кайфно рыбку поймал удовольствие получил до новых встреч друзья